В минувшую субботу в нашем городе прошел масштабный фестиваль астрономии «Июльский планетарий». Гости мероприятия смогли рассмотреть в мощные телескопы сразу несколько космических объектов, узнать о них много нового и задать интересующие вопросы известным кубанским астрономам. Среди многочисленных гостей фестиваля была и наша съемочная группа. В этот раз астрономический фестиваль было решено провести перед зданиями городской районной администрации. На площадке было размещено 15 телескопов и различных оптических схем. Среди них как заводские, так и сделаны умелыми руками астрономов. Один из них привез в собой почетный гость фестиваля – Руслан Эмиров, известный в нашей стране астрофотограф. Комментируя то, что в данный момент зрители наблюдали в телескопе, Руслан, как и его коллеги у других телескопов, успевал отвечать на десятки других не менее интересных вопросов. А были ли американцы на Луне? А правда ли есть, что обратная сторона Луны? А правда ли, что Земля плоская? В общем, самые различные вопросы. И, разумеется, уровень грамотности, если честно, немножко огорчает среди людей. Поэтому при помощи такой популяризации можно сделать для людей небо доступнее. И показать, что любительской астрономии на самом деле это просто. И не обязательно быть профессиональным астрономом, ученым или иметь собственный телескоп за миллион долларов. Нужно просто любить небо и интересоваться этим. К каждому из телескопов выстраивались длинные очереди, желающих поближе рассмотреть Луну и удачно расположившиеся в этот вечер планеты Солнечной системы. Поэтому к большой радости всех присутствующих без четверти девять в небе появилась Международная космическая станция, полет которой можно было наблюдать даже без специальных оптических устройств. Сегодня пришла я сюда с двумя детьми, с двумя дочками. Они узнали об этом мероприятии, они сами быстрее меня сказали, что мы обязательно туда пойдем. Им интересно, увидели Луну, увидели Венеру. Ждем появления других планет, обещают, что скоро покажут все остальное. С сыновьями прошел, вот мои внуки. Впечатление хорошее. Мероприятие очень полезное. Видите, сколько людей, особенно детям. Почаще бы такого. Видели Юпитер сейчас, спутники Юпитера видели. Детям очень нравится. Мне тут очень нравится, потому что тут очень много людей, которые увлекаются астрономией. И даже я вот сейчас тут увидел Луну впервые так близко. Марс, Юпитер. И на Юпитере были очень красивые кольца. Впервые почетным гостем астрофестиваля в Белореченске стал преподаватель инженерно-физического факультета АГУ и руководитель астрономического направления в Республиканской естественно-математической школе Александр Иванович Шамбин. Я, честно говоря, не ожидал, что будет много людей, что будет такой действительно интерес у людей. Потому что приехали тут не только из Белореческа, приехали многие из Майкопа, то услышал знакомые о машинах. Поэтому тут более чем получилось, я считаю, мероприятие. Поэтому, думаю, такие вещи нужно устраивать и в дальнейшем. Весь вечер в эпицентре событий находился организатор фестиваля, основатель Белореченского клуба любителей астрономии «Полярная звезда» Антон Николаенков. Вместе со своими коллегами он увлеченно рассказывал присутствующим о планетах, их спутниках, космической станции и звездах, которые они в этот вечер могли увидеть телескопы. Сейчас все, скорее всего, я думаю, что смотрят на Юпитер и четыре его спутника. Ну а дальше, по мере того, как небо будет поворачиваться, мы станем наблюдать за Сатурном. И вслед за Сатурном главный гость программы, так сказать, Марс в своем противостоянии. В следующий раз мы увидим его только лишь через, в общем, не скоро, в районе двух лет. Этот астрофестиваль «Июльский планетарий» можно считать самым крупным актом тротуарной астрономии во всем Краснодарском крае. Были случаи, когда мы совмещали тротуарную астрономию с какими-то другими событиями, но такое большое количество людей ни разу не собиралось только лишь ради того, чтобы посмотреть на небо и узнать много интересного об астрономии. Хотелось поблагодарить отдельную администрацию города Белореченска. Все, что мы попросили, все сделали нам в лучшем виде. Еще одной целью астрономического фестиваля стало привлечение внимания широкой общественности к грандиозному событию, которое будет происходить в ночь с 27 на 28 июля. В это время можно будет наблюдать великое лунное затмение и великое противостояние Марса, которое случается один раз в 47 лет. Вера Савельева, Сергей Чернецов, События и люди.